Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях президент торгово-промышленной палаты Одинцовского округа Виктор Тарусин. Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте, Мария! Рада вас видеть в нашей студии. Хотелось бы сегодня подвести итоги работы палаты за 2019 год. Конечно же, поговорить о планах, о деятельности, о новых проектах, которых у вас прибавилось. Спасибо за приглашение. Рад снова оказаться в вашей студии и продолжить наше плодотворное сотрудничество с Одинцовским телевидением. Мы всегда опираемся на поддержку средств массовой информации для того, чтобы осветить деятельность торгово-промышленной палаты и в целом делового сообщества Одинцовского городского округа. 2019 год был для нас очень активным и интересным, и мы его завершили на такой позитивной ноте. Открылась новая площадка торгово-промышленной палаты в Одинцовском городском округе в бизнес-центре Вест-Ист на неделе на 6А. Это позволило нам серьезно расширить спектр услуг, которые мы готовы и оказываем нашим предпринимателям. Но об этом чуть позже. 2019 год, как я уже сказал, мы завершили на позитивной ноте. В торгово-промышленной палате сейчас у нас более 130 членов, и мы рассчитываем на то, что наши ряды будут пополняться новыми представителями частного бизнеса на территории Одинцовского городского округа. Мы плотно взаимодействуем с торгово-промышленной палатой Московской области, с торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Прошлый год также ознаменовался рядом важных событий в межрегиональном сотрудничестве. Нами подписано соглашение с торгово-промышленной палатой Таджикистана, торгово-промышленной палатой Витебской области. То есть явно наметилась тенденция на межрегиональное сотрудничество. А все-таки какие возможности это дает для нас? Для нас это также возможность представить предпринимателей и, самое главное, продукцию предприятий Одинцовского городского округа в соответствующих регионах. То есть, по сути, это такой прямой выход? Прямой диалог, да, минуя лишних посредников. В ближайшее время мы ожидаем деловую миссию, как это называется, то есть делегацию представителей предпринимательского сообщества Рязанской области. Ждем их в гости. Мы сейчас формируем список партнеров с нашей стороны. Подготовка таких мероприятий, она, собственно говоря, и сводится к тому, что мы получаем полный перечень делегаций Рязанской области с их интересами. И, соответственно, для того, чтобы такие встречи были полезными, их нужно заранее готовить, чтобы каждому... Они будут проходить на нашей площадке? На нашей площадке, да, они приедут сюда, мы вас обязательно пригласим осветить это событие. Но это просто один из примеров того, чем мы занимались в прошлом году и ведь продолжаем заниматься в этом году. В прошлом году палата также укрепилась с точки зрения количества комитетов, которые созданы внутри палаты. Нас активно заработал комитет по образованию и комитет по женскому предпринимательству. Во-первых, пользуясь случаем в канун праздника весны 8 марта, хочу поздравить всех женщин Одинцовского городского округа, вас в первую очередь, с этим замечательным весенним праздником. Пожелать красоты, молодости, бодрости, энергии. Ну, а бизнес-сообществу, женскому бизнес-сообществу пожелать новых успехов и новых инициатив. Собственно говоря, вот о такой инициативе хочу отдельно сказать. 18 декабря прошлого года, там же в бизнес-центре Вест-Ист, у нас состоялся первый, мы его назвали, женский форум Одинцовского городского округа. В нем приняло участие более 40 предпринимательниц, и было много гостей. Было и ваш телеканал присутствовал, освещал это событие. И, как представляется, мероприятие всем понравилось на этом форуме. История будет продолжена, я так понимаю, на этом вы не останавливаетесь. Безусловно, на этом форуме многие участники первый раз друг друга увидели и познакомились, и сейчас уже выстраиваются определенные деловые взаимоотношения. Кто-то нашел новых партнеров, кто-то клиентов. Поэтому такие мероприятия нужно проводить. И сейчас буквально в эту минутку идут переговоры в администрации по поводу активного участия нашего комитета по женскому предпринимательству в подготовке форума, приуроченного к Дню предпринимателя, который будет отмечаться в мае месяце, надеемся, в волейбольном центре. Поэтому в этом роль торгово-промышленной палаты – сплачивать бизнес-сообщество, находить общие точки соприкосновения, помогать находить и рынки, как на территории непосредственно Одинцовского городского округа, так и на сопредельных территориях, ну и во внешней среде также. Второй комитет, который также активно включился в работу именно в 2019 году, мы его называем комитетом по образованию. Этот комитет, созданный по инициативе руководителей и владельцев техцентра «Волин» Ольги Викторовны Селезневой, она у нас, кстати, в прошлом году стала победительницей конкурса «Леди бизнес» Московской области. И, пользуясь таким ее энергетическим зарядом, торгово-промышленная палата поддержала это начинание. И на базе техцентра «Волин» прошел первый круглый стол по профориентации подрастающего поколения, скажем так, молодежи, включая старшие классы школ и профтехучилища. Эта инициатива была поддержана и комитетом по образованию Московской области. После этого состоялось уже два круглых стола в Клину и в Можайске. То есть Одинцовское движение по профориентации молодежи приняло уже такие областные региональные черты. И сейчас... Я только понимаю, что вы сотрудничаете напрямую с Одинцовским техникумом, который, в общем-то, являлся организатором в Можайске, вот последний круглый стол, на котором мы тоже присутствовали, открытый диалог с бизнесом. Точно так. Самый первый круглый стол, который прошел в техцентре «Волин», он выявил очевидные нестыковки между программами подготовки в наших профессионально-технических училищах и требованиями производства. То есть готовим одних специалистов, а требуются другие. Вот, собственно, задача, которую мы перед собой поставили, это скоординировать номенклатуру профессий, которым обучают в наших профессионально-технических училищах, с требованиями реального бизнеса, реальной экономики. И вот, собственно говоря, это то, что вы видели и в Можайске, на крайнем нашем круглом столе. Но это живая работа, она сейчас в процессе, и я надеюсь, что она не заглохнет, будет доведена до конца с точки зрения формирования прямого контакта между обучающими учреждениями и предприятиями, которые будут, как в былые советские времена, просто размещать заказы на конкретное количество нужных специалистов. То есть вся эта работа, возможно, станет залогом того, что студенты по окончанию обучения напрямую будут отправляться на производство. То есть они будут гарантированно знать, что их там ждут, и для них есть место, и им не нужно тратить годы в поисках работы или переквалифицироваться. То есть они уже будут учиться и четко понимать, что они будут через 3-4-5 лет трудоустроены. Конечно. И они будут проходить практику на тех рабочих местах, на которых впоследствии должны... И они будут трудиться. Вот эта связка, она должна гарантировать уверенность нашему молодому поколению в его ближайшем будущем. А дальше, как говорится, жизнь покажет. Может, они еще 2-3 раза поменяют профессию, но вот на старте они должны четко понимать, куда они идут. И зачем они учатся? Конечно. Но понятно, что интересы у молодежи разные. Кто-то, может быть, несмотря на сложные экономические условия, в которых мы сейчас все находимся, что обусловлено и внешними, и внутренними факторами, не буду на них заострять внимание, все-таки видят себя и предпринимателем, что в нынешних условиях действительно сложно. Но для того, чтобы принять окончательное решение, мы запустили на сайте Одинцовской торгово-промышленной палаты специальную страничку, которая называется «Венчурный акселератор». Это такая, я бы сказал, тестовая программа, где каждый молодой человек, ну, собственно говоря, и состоявшийся бизнесмен точно так же, может протестировать состоятельность своей идеи. Вот если у человека родилась идея, организовать производство там… Валенок. Валенок, да, или свистков глиняных. Чтобы выйти на практическую дорогу осуществления своего проекта, каждый может зайти, зарегистрироваться на эту страницу, сформулировать свою идею и дальше пройти по этапам с помощью тренеров, которые дистанционно обеспечат и формирование бизнес-плана, и составление финансовой модели, и обоснование инвестиций. В итоге ваш проект пройдет несколько этапов проработки и будет представлен в конце пути группе инвесторов, венчурных инвесторов. В первую очередь мы ориентируемся на пул из 400 инвесторов «Сколтеха», наших соседей, где, собственно говоря, у вас имеются все шансы получить это самое венчурное финансирование для реализации проекта. По сути, пройти этот тест может любой. Любой. Это не стоит никаких денег, поэтому на этапе проектирования и выхода на финальную производственную фазу вы получаете полную поддержку и, главное, профессиональное сопровождение. Если у вас проект находится уже на более продвинутой стадии, это просто сократит время в пути. Ну, возможно, вы сразу найдете своего инвестора. Да, вам в любом случае… И начнете выпускать тот или иной продукт. Конечно. Тот или иной продукт. Так точно. Виктор Иванович, какие еще планы в этом году? В этом году мы, во-первых, конечно же, продолжим нашу, я бы сказал так, рутинную деятельность по регулярному информированию нашего бизнес-сообщества о текущих изменениях и в законодательстве, и в нашей регуляторной деятельности. К сожалению, законодательная гильотина не намного сократила законотворчество. У нас и депутаты, и законодатели активно работают, в том числе и в сфере малого и среднего предпринимательства. Поэтому необходимость в таком информировании есть. Вот сегодня совместно с администрацией в актовом зале администрации Одинцовского городского округа прошло такое собрание предпринимателей, где замглавы Павел Вячеславович Кондратский рассказал о последних мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, где состоялся прямой диалог между администрацией и предпринимательским сообществом. И в таком формате, и на территории нашей торгово-промышленной палаты недели на 6А мы будем проводить регулярные встречи не только с администрацией, но и с представителями надзорных органов. Роспотребнадзор, налоговая, МЧС, Госадмтехнадзор. Вот мы будем признательны предпринимателям, если они в качестве информационной подпитки будут информировать нас о том, что им сейчас наиболее важно. И, соответственно, по количеству запросов мы будем определять, с кем, в первую очередь, нам нужно встретиться. Понимаем, что, наверное, больше всех вопросов у предпринимательского сообщества к налоговой инспекции. Соответственно, мы такую встречу планируем. Планируем встречу с Роспотребнадзором. Приглашаю, кстати, 19 марта всех предпринимателей непосредственно в офис Роспотребнадзора. 19 марта состоится день открытых дверей для предпринимателей в Роспотребнадзоре. Сейчас тема очень актуальная, особенно в свете неприятных событий в Китае. А сейчас это уже выросло в глобальную проблему с коронавирусом. Поэтому все вопросы можно будет задать напрямую представителям Роспотребнадзора в их офисе на Можайском шоссе. Вы уже сказали о том, что сейчас в стране непростая экономическая ситуация. Но, тем не менее, насколько комфортно работает бизнес-сообщество в Одинцовском округе? Насколько действительно те меры социальной поддержки, которые существуют, именно поддержки бизнеса, они работают, они востребованы, и предпринимателям становится с каждым годом все легче вести свое дело? Ну, трудно согласиться с последним заявлением, что легче. Ну, очевидно, что государство предпринимает довольно-таки серьезные попытки поддержки малого-среднего предпринимательства. Цифры говорят сами за себя, что и на региональном уровне, и на муниципальном, на уровне городского округа. Такие меры мы видим, ощущаем, и отдельные предприниматели, пройдя... Ну, и субсидирование, и возмещение расходов на аренду, на оборудование. Это все имеет место. Все для того, чтобы бизнес развивался. Да, согласен. Ну, есть и альтернативное представление о том, как можно помочь бизнесу, и у нас идет активная дискуссия в торгово-промышленной палате Российской Федерации о возможных направлениях дальнейшего движения в поддержке малого-среднего предпринимательства. Мы же говорим о том, что с одной стороны государство дает предпринимателям субсидии, а с другой стороны налоговая нагрузка на малый и средний бизнес растет. Возникают дополнительные расходы, связанные с маркировкой продукции, и все это дополнительным временем ложится на всех предпринимателей, а субсидии получают не все. Поэтому вот выстраивание правильного баланса этих субсидий и прочих мер поддержки с увеличивающейся налоговой нагрузкой, вот этот баланс, он требует постоянного контроля и принятия определенных законодательных мер. Ну, все считается. И вот если посчитать, сколько мы, как бизнес, дополнительно выплатили налогов в связи с повышением НДС, сейчас речь идет о том, что в этом году возможно повысится налог на индивидуальных предпринимателей. И вот это увеличение, оно, естественно, демотивирует часть бизнес-сообщества продолжать такую деятельность. Мы уже видим отток из категории ИП в самозанятые, то есть народ подстраивается под ситуацию и понимает, что налоговая нагрузка на самозанятых сейчас существенно ниже, чем на ИП. Ну, вот мы рассчитываем на то, что новая экономическая команда, которая пришла в правительство, она в корне пересмотрит те меры, которые были инициированы и сформулированы предыдущим кабинетом министров. И что сейчас, в этот переходный период, именно представители торгово-промышленной палаты Российской Федерации, которые непосредственно участвуют в работе так называемых рабочих комиссий по выработке новых решений, новых механизмов, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса, смогут достучаться и смогут обосновать те предложения, которые носят в определенном смысле альтернативный характер. И мы рассчитываем на то, что нам удастся сдержать рост налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и добиться формирования более, скажем так, комфортного климата для развития малого и среднего предпринимательства. Говоря о локальной ситуации в Одинцовском городском округе, конечно, я не хочу сказать, что наш Одинцовский городской округ имеет какие-то привилегированные условия для ведения бизнеса, но, скажем так, не худшие в Московской области. Но район, округ, надо дать должное, все-таки инвестиционно привлекательный. Безусловно. И вот плавно переходим к вопросу инвестиционной привлекательности и привлечения в том числе и зарубежных инвесторов на территорию Одинцовского городского округа. Этому мы посвятили площадку в бизнес-центре «Вест-Ист» на базе каворкинга, который там существует. Мы сформировали такую, скажем, паназиатскую платформу для представителей российского бизнеса, которые на этой площадке имеют возможность общаться с представителями бизнес-сообщества из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку западное деловое сообщество в основном к нам относится сейчас через призму санкционных шор, то с азиатскими инвесторами работать легче пока. Надеюсь, что так и сохранится в ближайшем будущем. И, пользуясь той комфортной средой, которую удалось создать в «Вест-Исте», мы поставили уже на поток, мы регулярно проводим мероприятия с представителями и торговых представительств стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но там практически мы вышли на прямые контакты с бизнесменами из названных стран. Крайнюю пятницу мы проводили встречу с делегацией из Таиланда, в которой принимали участие и посолы, и торгпред, и бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тайские бизнесмены заинтересованы здесь развивать такое производство для того, чтобы удовлетворять потребности своих же граждан, ну, я имею в виду своих в широком смысле, это и вьетнамцы, и китайцы, которые живут и работают в регионе Московской области и Москвы. А с другой стороны, возможно и расширить это производство с тем, чтобы осуществлять с нашей территории экспорт этой продукции, в страны Юго-Восточной Азии. То есть, вот такие интересные, я бы сказал, экзотические проекты у нас тоже имеют место быть. Спасибо за интересную беседу. Надеемся, что 2020 год принесет еще больше интересных проектов, и обязательно обо всем расскажем на нашем канале. Спасибо большое. Приглашайте, обязательно расскажем. Спасибо. Вы смотрели специальные интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok